Сегодня у нас в гостях глава госконтроля Элита Круминя. Пожалуйста, напоминаю, телефоны прямого эфира 672-12-939. 672-13-939. Пожалуйста, звоните. Глава госконтроля ответит на ваши вопросы, на все, которые сможет. И по странному совпадению историческому вы пришли к нам в такой день, когда... Сегодня такая следующая дата я нашел. 12 июня 2007 года семинар о развитии электронных услуг превратился в празднование дня рождения министра Инны Гудалы со знаменитым колубничным тортом. И вот это было... Ну, вы помните, чем это кончилось. Госконтроль привел информацию, министр подала в отставку. А буквально вот в мае появилось опять-таки стороны госконтроля сведения, что после окончания коммерческого кризиса некоторые госучреждения вернулись к практике характерных расходов предыдущих лет, но колубничные торты на дни рождения чиновников заменили обеды в замках и дорогих ресторанах. Так получается, что жирные годы возвращаются? Да, вы абсолютно правы. Мы закончили финансовые ревизии во всех министерствах и центральных институциях. И то, что мы почувствовали, что у некоторых руководителей институции действительно появилось осуществление, что кризис закончился, и уже можно так жить по широкому масштабу. То, что вы упомянули, эти расходы на репрезентации, коллекционные мероприятия – это только один аспект, который мы увидели в наших ревизиях. Мы там увидели другие плохие сигналы, желание перечисляться авансы в конце года, даже на такие оплаты, которые должны проводиться через два года. Мы тоже увидели плохие сигналы, которые касаются использованных средств, которые предназначены для президентуры и так далее. Так что я могу сказать, что есть, да, такие плохие сигналы, на которые должно реагировать и правительство, и наш парламент. И мы тоже обратились уже к руководящим чиновникам, инстанциям, чтобы в свое время это уже желание тратить деньги налогоплательщиков на ненужные такие дела прекратилось. Потому что нельзя уже думать, что можно уже обсуждать разные концепции, разные документы в замках. Для этого есть нормальные помещения в каждом министерстве, институции, где такие дела делаются. И также мы посмотрели, что есть даже желание, как это было международность, мы увидели, что есть желание, например, оплачивать для 500 человек так называемое мероприятие для улучшения охотничества. Но если мы посмотрим этот состав, который улучшали свои способности по охоте, это только было где-то примерно 8%, которые обязанности вообще как-то связаны с этим. Остальные просто, ну, занимались. Дышали свежим воздухом. Да, и занимались. Потому что они охотники такие непрофессиональные, любители. Ну, любители, ну, любители, но я бы не сказала, что от средств, которые платили налогоплательщики, мы должны оплачивать, например, за всякие развлечения. Там, например, соревнования по поварскому искусству и так далее. Такие тоже оплачиваемые сейчас. Если есть желание чем-то таким заниматься, частных средств, пожалуйста, ну, занимайтесь чем хотите. А что еще из экзотических таких увлечений? Вот вы упомянули, значит, улучшение навыков охоты с рыбалкой. Поварское искусство. Поварское искусство. Еще, может быть, что-то вот такое есть за последнее время обнаруженное? Ну, если мы говорим о том, что мы увидели в финансовых ревизиях, то, ну, да, тоже самые репрезентационные расходы. Но там тоже очень такая большая разница, которая институции понимает это. В одних институциях эти средства тратятся очень разумно, а в других это не можем сказать. Потому что есть мероприятия, которые тоже проводятся, ну, в таких замках, в отелях, спа, да, ну, и так далее. А это не по профилю проводится вот в замках? Например, какая-нибудь историческая конференция могла бы проводиться в замке? Ну, к примеру. И там же обедать, соответственно, нет? Ну, если мы говорим о том же самое, международность, они праздновали свое 20-летие тоже замки, да. Но в то же время есть институции, которые уже, которые, ну, их деятельность уже более лет, да. Но они как-то это делают очень скромно и без таких замков их то. Но что это означает? Ну, это означает, во-первых, что руководитель этой институции не понимает, что это деньги общества, что их так нельзя тратить. И другое, то, что, наверное, у них слишком много денег для этой институции, если они могут позволять, ну, не выполнять свои, ну, свои основные функции эффективно и хорошо, а тратить на такие уже, ну, скажем, общества ненужные дела. Вы впервые проверяли вот эти объекты, которые вот сейчас выявлены? Я скажу так, что самая главная цель, когда мы проводим финансовую ревизию, это вопрос учета. Это первое, что мы должны проверить. И так немножко ходят ваши вопросы, то, что мы можем сказать, что насчет учета в государственных учреждениях, там это проявляется улучшение. Если мы где-то пару лет назад давали уже много примечаний, что нет порядка в бухгалтерском учете, нет политики по бухгалтерии, то сейчас это уже улучшилось. Но то, что мы делаем мы дальше, если мы уже в таком уровне государственном смогли научиться учитывать, мы знаем, что у нас предложить, это тоже очень важно, потому что мы же все знаем, если что-то не учитано, это очень хорошо так можно пропасть. И теперь мы уже во время финансовых ревизий смотрим и такие вопросы, которые уже такие вопросы, касающиеся эффективности и целосообразности. И в этой финансовой ревизии мы поставили такие несколько вопросов, которые мы смотрели уже через эту призму. Это были эти репрезентационные расходы, эти были тоже коллективные мероприятия, это была президентура, эти были авансы. И так мы будем делать каждый год, мы будем выбирать такие отдельные вопросы, которые важны для общества. Мне просто интересно, может быть, ну зря мы говорим, что там вернулись, да, вот эти годы, может они не уходили никуда, если, ну, не проверяли, допустим, в этом аспекте эти учреждения, может быть, они так и ужинали, обедали в замках там и так далее, не затягивали пояса, нет? Ну, я думала, что затягивали, потому что мы тоже посмотрели, как вот возрастают эти расходы на репрезентации, на административные, то мы видим тенденцию, что они возрастают. Если во время кризиса они, ну, снизились, то теперь идет эта тенденция, что они идут вверх. И то, что важно, важно это остановить, потому что если это начинается и возрастает, то надо своевременно поставить точку. И то, что мы предложили уже, что надо строго в нормативных актах сказать, и честно сказать, какие праздники могут праздновать за деньги налогоплательщиков, это может быть какие-то очень большие юбилеи или государственные какие-то праздники, лимитировать этот объем, в каком объеме, и тогда это будет ясно. Теперь получается ситуация, что нормативный акт не регулирует этот вопрос, да, а каждая институция делает по своим соображениям. Элита Круминя, глава госконтроля у нас в студии. Пожалуйста, надевайте наушники, у нас звонки 672-12-939, 672-13-939. Слушаем вас, пожалуйста. Пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, у меня такой вопрос. Я просто не в курсе, может быть, а уголовное-то преследование существует за растрату государственных средств? Если нет, то почему бы не ввести? А если не ввести, то почему бы не с 500 латов? Спасибо. Да. То, что делает государственный контроль по закону, когда мы видим, что нарушен закон, мы должны сообщать прокуратуре. И дальше уже все расследования, это уже их компетенция. И государственный контроль это обязательство выполняет, и по тем нарушениям, которые уже входят в компетенции прокуратуры, мы даем всю информацию. И если мы тоже говорим насчет этих финансовых ревизий, мы тоже обратились к прокуратуре уже с просьбой, ну, с их полномочиями уже разобраться во всех этих нарушениях, и чтобы ответственные руководители получили уже разобраться с их нарушением. У нас с этого года еще один такой инструмент, который мы будем применять, потому что после нашей инициативы в законодательстве, после нашей ревизии в течение 5 месяцев, руководитель височестоящей организации должен рассмотреть все в нашем докладе указанные нарушения и разобраться, какая ответственность должна применяться против той персоны, которая приняла этих решений. Это может быть и дисциплинарное, и административное, и также это может быть возможность, чтобы уголовное, это правовые, но это может быть тоже решение, эти деньги уже от этой ответственной должностного лица потребовать через циву, просто и назад. То, что мы будем делать через этот 5-месячный срок, когда мы получим всю эту информацию, мы будем разбираться, выполнен этот долг этой институции, будем информировать все же общество, думаем, что этой информацией положим в наш сайт, так что все будут знать, какая уже ответственность наступила для этих чиновников, которые допустили эти нарушения. Нам сейчас надо прерваться на новости и рекламу, у нас в гостях сегодня глава госконтроля Элита Круминя, пожалуйста, через несколько минут звоните нам, продолжим. Уважаемые радиослушатели, сразу прошу прощения, что мы не сможем, наверное, принять все звонки, которые поступают, мы видим, что огромное количество поступает звонков, но, в принципе, постараемся задать и те, которые вы, может быть, тоже наверняка хотите высказать. Госпожа Круминя, ну вот давайте вот с последней ревизии, вот все-таки, и может быть на ее примере тоже по поводу других. Регасатекс мы, вы установили, ну так в двух словах, если сказать, что завышены цены на проезд, в то же время Регасатекс, как и большинство организаций, которые вы проверяли, не согласны с мнением вашим о том, что завышены тарифы, они производят, значит, повторный расчет, устанавливают, что нет, вот все, евро 20, так и должно быть. Кто прав-то в результате? Как будет развиваться событие теперь, дальше? Вот практически все организации, которые вы проверяете, подают на вас жалобу, что ваша проверка, она не соответствует действительности, что все не такие плохие, как вот в ваших результатах. Да, ну это, наверное, такое человеческое желание отрицать те нарушения, которые обнаружила газконтроль. Но я скажу одно другое дело. Когда мы завершаем свою ревизию и даем свои рекомендации, почти все наши рекомендации согласовываются с этой ответственной институцией. То, что после этого уже в медиах дается другая интерпретация, но это уже на совесть этих человеков тоже, потому что, если мы говорим о риге сатексме, то и последняя информация, которая прозвучала о них, что наши все рекомендации будут внедрены и все будет делаться. Если мы так посмотрим, зачем тогда внедрять рекомендации о государственном контроле, если все уже там так в порядке. И это не только касается рига сатексме, но и других учреждений, которые тоже согласовывают наши рекомендации, внедряют, а публично говорят немножко другое. Хотя есть и институции, которые руководители более такие, ну, как сказать, зрелые и ответственные, которые могут сознать. Ну, если это тоже касается, например, Тякова с Теперевизией, где Дума Тякова признала, да, все, что те нарушения были, и они согласны с ними и будут тоже внедрять наши рекомендации. То есть незаконно в Тякове было израсходовано 73 с половиной тысячи евро бюджетных средств и еще почти полтора миллиона евро предположительно незаконно. Это вот с этим они тоже согласились или как? Они согласились, да, они согласились. И вчера тоже этот вопрос рассматривался в комиссии в САЭМе, где выслушались мнения и Думы, и тоже Министерство финансов и Министерство ВИДС Радиона Аланса НАТО, и они обещали, что уже до начала следующего года все рекомендации государственного контроля будут недвергней, и они будут эту систему привести в порядок. А те, кто израсходовал незаконно или предположительно незаконно эти средства, с ними будет уже прокуратура разбираться? Если эти нарушения такого размера, что уже там грозит криминальная ответственность, конечно, это уже ответственность прокуратуре, но в этом году вступило в закон, как я уже говорил о том, что должны рассматривать уже висостоящую организацию ответственности административную и цивилотестинскую гражданскую ответственность и другие, так что через 5 месяцев мы ждем от них рассмотрения ответственности каждого ответственного лица, который принимал эти неправильные решения. В случае с Кековским самоуправлением это Министерство по делам регионального развития должно будет рассматривать? Да, Министерство регионального развития уже, как я знаю, уже отправило письмо Тякова с Думой, где она требует объяснения по каждому нашему нарушению, которое мы установили в нашем докладе. А если нарушения в Министерстве регионального развития обнаружены, то там какая инстанция их проверяет? Ну, во-первых, когда мы, если мы установим нарушение в этом Министерстве, во-первых, уже министр или секретарь будет смотреть на ответственность тех своих чиновников, которые принимали эти решения. Если мы посмотрим, что это уровень уже высостоящих руководителей, мы будем информировать Кабинет Министров. Ну, вот, скажем, господин Димон, глава Совета по электронным средствам массовой информации, которого тоже уличили в растрате 140 тысяч костровных евро, он в газете Дэйна сказал, будем устранять по графику, разработанному между Советом и Госконтролем. Что это за график? Там что будет возвращать путем вычета зарплаты или как? Ну, то, что он говорит по графику, это график наших рекомендаций, потому что мы, когда завершаем ревизию, мы даем рекомендации, там тоже устанавливаются сроки, в которых эти рекомендации должны внедриться. И это, я как понимаю, господин Димон собирается делать. Но то, что я говорила перед этим, это не включает вот эти меры по привлечению к ответственности. Там будем смотреть, какой уже после этой ревизии будет реакция этой всестоящей организации, как они посмотрят на эти... Кстати, вот о господине Димонсе, как известно, вот вы нашли, что галерея трех бывших глав Совета, в смысле обрамление обошлось, в кабинете Димонса обошлось 189 евро, государственных денег. А вот у вас есть галерея бывших начальников госконтроля в учреждении? У нас есть, да, галерея, но я знаю, что предыдущие... Я не знаю насчет всех перед госпожой Судробы, как это проводилось, но я знаю, что госпожа Судробы подарила за свои собственные деньги свой портрет, потому что, да, портреты там стоят. 50, да. Есть звонки у нас еще, пожалуйста, надевайте наушники, слушаем вас, здравствуйте. Пожалуйста. Здравствуйте. Все, меня вот интересует, когда они деньги будут возвращать, те, кто их потратил, тот же Димонс, сколько он, 100 латов на такси потратил, чтобы в свой университет проехаться, деньги где? Пускай возвращают все, чтобы вы растратили. А это ответственность какая-то иллюзорная, которой никого никогда нет, это меня вообще возмущает. Спасибо. Ну, это я, как уже говорила, через 5 месяцев должна быть проведена проверка, какую меру. Для этих чиновников, которые или незаконно, или нецелесообразно эти деньги потратили, и какая мера наказания для них, ну, уже должна применяться в соответствии, ну, вот, с нарушением. То есть через 5 месяцев можно у вас узнать, насколько вот это сделаны какие выводы, да? То есть получается так, что Кековское самоуправление, в частности, через 5 месяцев должно предоставить, например, план возвращения 73 с половиной тысяч евро, раз она незаконно потрачена. Мы будем смотреть, как они этот вопрос, ну, предложат, потому что есть разные, ну, меры, меры, ну, как можно наказывать чиновникам это и сокращение зарплаты, это уволгение, это, ну, или еще какой-то другой, ну, метод, как, как... Наказать понятно, а вот вернуть как? Вот логичный вопрос у слушателя. Ну, да, но это тоже один из... Если его уволят, например, то он будет как-то выплачивать, если он виноват в этом растрате? Я скажу, что эта система, что возмещается чиновникам, ну, вот неправильно растраченные деньги до сих пор, ну, вообще принималась очень-очень редко, но первые такие сигналы позитивные есть. Я знаю, что вот тоже министерство, ведь радиоаналов, у нас с радиоаналов, она уже тоже делала первый шаг, что она подала иск уже об возвращении этих денег в бюджет. И я думаю, совместными усилиями мы будем тоже работать, чтобы этот процесс был шире и шире. Элита Круменя, глава госконтроля у нас в студии. Пожалуйста, 672-12-939, 672-13-13-13-13-13. А вот скажите, говоря вот о ресторанах и замках, а если на самом деле реально вот у них по документам написано, что в ресторане они провели обсуждение новой концепции улучшения развития своей отрасли? Может, оно там так и было? Дело все только в том, что они именно в этом месте это делали? Ну да, но это всегда надо думать, как результат достигнуть с меньшим растратой денег. Да, надо обсуждать с концепцией, но я думаю, что все мы знаем, что, например, мы можем обсуждать с концепцией какую-то и здесь, сидя за этим столом и не кушая шикарные обеды. Зачем надо обсуждать нормальную рабочую концепцию, которые такие концепции, каждое министерство есть сотнями. Если мы будем идти каждую концепцию, обсуждать едя и питья шикарные вещи, да, ну тогда, ну что это тогда будет? Пожалуйста, еще звонок у нас, слушаем вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Вот на ваш взгляд, на сколько процентов можно было бы сократить число госчиновников, чтобы они были заняты делом, а не охотой и обедами в замках? И какое это дало бы экономию в год? И не в этом ли причина нашего госдолга и последнего места по экономическому развитию среди стран Балтии? Спасибо. Ну я точно, число, насколько можно сократить число чиновников каждой институции, ну не скажу в этом моменте. Но то, что не хватает, я думаю, это, ну, четких, четких задач, которые должна выполнить каждая институция, и тогда это уже число работников было бы собалансировано с тем, ну сколько людей надо, чтобы эти задачи выполнить. Еще одна такая проблема, которая, ну, не историческая, тоже, которую надо решать, это этот бюджет каждой институции, который, ну, вот, образовался в течение года, и он не может считаться как нулевой бюджет, где обсчитано, ну сколько денег надо для каждой институции, чтобы выполнять их задачи. Он образовался в многом зависимости от успеха у каждой институции, от успеха у их них чиновников выбить денег для этой институции. И это тоже вот проявляется, что есть очень разные возможности. Одни могут, ну, и такие праздники устраивать, и кушать в ресторанах, разряжать. Другие очень бедные институции, это тоже задача, которую надо решать и по возможности быстрее. Ну вот, возвращаясь к итогам ревизии Рига Сатекс, получается так, что вы посчитали, они посчитали. А в результате вот все-таки билет сколько будет стоить? Ну, то, что касается, сколько будет билет стоить, я, ну, вчера, по-моему, слушала представителей Рижской Думы, они обещали, что он будет стоить этих 60 центов. Ну, будет, не будет это повышение, которое перед этим говорилось. Но насчет тарифа Рижской Сатекс, ну, там вообще должен быть еще детальный разговор, потому что наша ревизия, которую мы проводили Рига Сатекс, это была очень такая короткая оперативная ревизия. И если мы смотрим, что в Рижской Сатекс, только бухгалтерские записи, где-то 2 миллионов расходов, конечно, мы могли посмотреть только очень маленькую часть. И если, посмотря только очень маленькую часть от всех расходов и от всех бухгалтерских вот этих расходов, мы обнаружили уже очень много мест, где можно жить экономнее, эффективнее, то это такой сигнал очень важный, что, например, также Рига Сдума должна пересмотреть и придумать весь этот расходный объем, который есть. То же самое насчет прогноза пассажиров, потому что тариф, он зависит от двух показателей. Это прогноз пассажиров и расходы. И если какую из этих показателей, ну, подвинуть в одну или другую сторону, это сразу касается тарифа. И то, что мы увидели насчет прогноза пассажиров, то Рижская Дума, ну, тоже дело, Рижская Сатекс, мы делали такие прогнозы, которые, ну, повлияли в прямом образе на этот тариф. Они предположили, что пассажиры в 2014 году снизится где-то 12 миллионов, да. Ну, мы можем предположить и другой цифрой, тариф сразу будет другой. Там проблема и такая, что нигде нормативных актов не устанавливано, как надо точно прогнозировать. Это тоже работа, которая должна совместно сделаться, чтобы понять методику, и тогда уже, тогда уже мы будем, ну, профессионально говорить о нормальном прогнозе. А кто вот должен, скажем, установить более четкие критерии, вот вы сказали, совместно, да? То есть, вот в данном случае, там, например, с тарифом, как вот методика, какая расчета должна быть. В других случаях, там, например, когда расходы считаются обоснованными, когда не обоснованными, когда можно в ресторан, когда нельзя. Вот такие вот вещи. Кто это должен вот более четко описать где-то в каких-то инструкциях, не знаю, или законных актов? Ну, это, конечно, ответственность из законодательного органа, Сейма. Это, конечно, тоже ответственность кабинета министров. Если мы говорим насчет регистрации, то формула, как определяется тариф, он указан в правилах министров кабинета, да? Но там не дано такое точное, ну, вот, описание, как именно. Есть формула, но нет методики. Ну, вот та же самая методика подсчета пассажиров. Ну, да, да. Вы же сказали, что эта цифра может туда-сюда гулять, и от этого зависит тариф сразу. То есть, соответственно, вот об этой цифре я говорю. Вот кто должен как-то эту методику, вот, скажем, в этом случае конкретном, если вот все вопросы, которые касаются перевозок, это ответственность министерства Сатексмис, да, это их сообщение, их обязанность уже тогда пересмотреть и думать, как эти правила сделать такие, что они понятные, конкретные и всем известные. Звонки еще, пожалуйста, у нас слушаем. Пожалуйста. Халло, доброе утро. Доброе утро. Меня интересует такой вопрос. Почему государственный контроль не использует оружие, которое дано Сатверсме, и вместе с этим принижает значимость и контроля, и ревизии, и прочее? Я поясню. Согласно Сатверсме, контроль имеет право со всеми возможностями высказать, участвовать на заседаниях кабинета министров. То есть, поднять вопрос уже на уровень протокола заседания кабинета министров, поставить вопрос под контроль бюро президента министров, то есть, уже задействовать совсем другой механизм контроля. И я не слышал за все эти годы, и когда судоруба было, и вы теперь сейчас работаете, чтобы это было использовано. Спасибо. Да, мы дискутировали на этот вопрос тоже, когда я начала выполнять обязанности государственного контролера, но там идет такой один большой риск, потому что если мы будем давать свое заключение только исходя из тех документов, которые ответственное министерство передало кабинете министров, мы можем дать наше заключение, которое будет основан на полной информации, потому что мы все знаем, что тоже передавая какой-то вопрос на рассмотрение министру кабинета в аннотации, можно написать ту информацию, которая выгодна для этой институции, которая ведет к применению того или другого решения, которое хочется этой институции. И наш подход такой, что мы можем такой профессиональный и полный уже отчет и свое мнение сказать только после того, когда мы сами проверили всю информацию, не только то, что дала эта институция, желая достигнуть себе желаемый результат, но действительно проверили всю-всю информацию, и это возможно только в ходе ревизии, которую мы уже проводим. Но мы свое мнение, которое есть у нас после ревизии, мы высказываем кабинеты министерства, но это уже наше мнение, которое базируется на те факты, которые мы проверили. Это самое главное. Элита Круминя, глава госконтроля у нас в студии. Скажите, а какое ведомство, министерство произвело на вас самое благоприятное впечатление? Потому что мы всегда слышим о недостатках, о том, что там ужасные нарушения в разных местах. А вот самый, так сказать, отличник у нас есть какой-то, хотя бы на котором можно... Может, у нас есть какой-то идеальный ведомство, хотя вообще нет никаких нарушений. Да, трудно сказать, наверное, о таком. Но все-таки, вот кто вот можно, кого можно привести в пример? Ну, я немножко объясню. Ваш вопрос, что всегда слышится только негативное, но это немножко объясняется тоже подходом к государственному контролю, потому что мы свои ревизии проводим только после того, когда мы проводим, ну, вот такой очень четкий анализ всех рисков. Мы не идем вообще туда, где нарушения не могут быть. Мы концентрируемся именно на те сферы, на те министерства, на те институции, которые уже после предварительного анализа мы знаем, что там могут существовать нарушения. Так что я могу сказать, что там, где мы особенно не идем, мы такие риски не обнаружили. Но если сказать по учету, после наших финансовых ревизий, да, у нас было только одно министерство, которым по учету мы дали свое замечание, это было Министерство по здравоохранению, да. То есть там не было каких-то вопиющих таких нарушений, или что? Министерство по здравоохранению дали замечание, потому что там не было порядок с учетом. В остальных министерствах мы видели, что вопросы учета в порядке. Министерство по здравоохранению, я сказала, немножко в другом аспекте, не как хорошее, а как наоборот. Хорошо, еще звонок, пожалуйста, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Вы знаете, вот такой вопрос интересный. Когда служба госдоходов проверяет частное лицо или частную компанию, то они обновляют недостатки, и нужно их устранить в течение буквально там нескольких часов. То есть выплатить штраф, а потом ты можешь, пожалуйста, опротестовывать, судить, сначала запласти. То почему, когда это касается вот этих растрачек из Национального совета по телевидению, мы должны ждать пять месяцев. Совершенно однозначно были израсходованы средства не на бюджеты государственные, средства государственные. Почему через пять месяцев только, почему сейчас нельзя наложить штраф, сказать так, поели, заплатите, съездили, заплатили, а потом будете опротестовывать. Ну, чтобы ответить на этот вопрос, тоже немножко такая немножко дополнительная информация. Когда Латвия ступила Евросоюз, газконтроль Латвии создался как аудитное учреждение. Что это означает? Аудитное учреждение – это та институция, которая результат, которой есть наши данные рекомендации. Мы не налагаем штрафы и другие дела. То, что дает благо от нашей работы, это эффект от наших рекомендаций. И я думаю, что мы этим можем гордиться, потому что после наших ревизий где-то примерно 80% рекомендаций внедряется. И, может быть, для слушателей нет всей информации тоже от финансовых благ после наших рекомендаций. Скажу только отдельные примеры, которые, может быть, не прозвучали так для общества. И потому кажется, что вот самое-самое, ну вот, главные другие эти вопросы, ну, например, после ревизии, которую мы провели в системе благосостояния, и только одна наша рекомендация дала дополнительный доход в государственный бюджет где-то примерно 5 миллионов евро, потому что перед нашей ревизией эта институция не проводила мероприятия, чтобы получить этот доход в бюджет. Я могла бы называть очень много таких примеров, где видно, что результат нашего учреждения, как аудит на учреждение, это доход в бюджет. Спасибо вам большое. Наше время истекло. Глава госконтроля Элита Круминя была с нами на болткоме, ну а спустя 5 месяцев, надеюсь, мы вас потревожим, и вы нас обрадуете какими-то результатами уже по тем проверкам, которые вот только что, о которых мы говорили.